Ни для кого не секрет, что в Battlefield 2042 есть проблемы не только с клавомышей с input lag на компьютерах, но и, видимо, с input lag на геймпаде. Он ведет себя как-то необычно, не так, как он себя в предыдущих частях Battlefield, если мы говорим о BF4 или BF1 или даже о BF5. Он ведет значительно себя хуже, нежели в других играх того же самого издателя. То есть в Star Wars Battlefront 2 и 1, я не устану повторять, геймпад себя ведет великолепно. Я на ПК играл на геймпаде, при этом выигрывая у пекарей. Ну и я уже молчу про Call of Duty, Destiny и прочие игры, где геймпад реализован сильно лучше. Когда я начал играть на геймпаде, я дико горел о том, что клавиатуру-мышь невозможно подключить, а играть на геймпаде невозможно, потому что кроссплей не отключается простым способом. Да, он отключается через кучу-кучу опций внутри самой системы Xbox, но когда вы его отключаете, теряется очень сильно онлайн, потому что на Xbox русского онлайна нет. А когда вы отключаете кроссплей, естественно, вы не можете играть и с PlayStation тоже. Так вот, люди заходили на стрим, видели, как я играю на геймпаде, а мне это стоило очень долгого времени для того, чтобы настроить геймпад так, как я хотел бы, чтобы он работал. И сейчас он работает плюс-минус, как в Call of Duty, только без AIM Assist полностью. То есть AIM Assist хоть и здесь заявлен, но он по факту не работает. И просили выложить свои настройки. Я решил сделать это на видос, не просто выложить свои настройки, но рассказать о том, что делает та или иная настройка, за что она отвечает, и в каких пределах лучше выставлять значение данной опции. Начнем с простого. То есть это основная страница настройки геймпада. Здесь, как говорится, на вкус и цвет. То есть вы выбираете сами, какая раскладка кнопок вам ближе. Для левши, для правши, стрелять с бамперов, либо стрелять с триггеров, либо поменять местами гаджеты с крестика на кнопки. Настраивайте исключительно сами. Дальше. В глобальных настройках, естественно, первым, что нужно сделать, это отключить вибрацию, потому что она вам будет мешать в шутерах. Особенно здесь, когда вокруг вас все взрывается, и вы будете аимить какого-то человечка, и рядом взорвется, там, не знаю, снаряд, либо выстрелит танк. Естественно, у вас вибрация помешает вашему аиму. По умолчанию всегда выключается вибрация, потому что в сетевых шутерах это не нужно. В синглплеерах – пожалуйста. Дальше. Касаемо инверсии. Опять же, на вкус и цвет. Я играю в классической раскладке с отключенной инверсией, что на вертолетах, что на танках, что пехотой. А некоторые играют на вертолетах с инверсией. Здесь исключительно вы делаете настройки сами. Что касается техники и пехоты, я буду рассказывать исключительно про пехоту, потому что на технике настройки аналогичные. И функции, которые меняют те или иные опции, тоже аналогичные. Начнем с того, что чувствительность прицела должна быть у вас максимальная. Да, это будет сложно, это будет неудобно. Она должна быть максимальная или околомаксимальная. То есть, 100% либо 90% от предоставленного вам ползунка. Потому что здесь это в процентах, в колде, например, это цифрами. То есть, 20 единиц. В другой колде, там, старой, по-моему, 18 единиц, если мы говорим о четвертом блоковсе. В общем, у вас всегда должна быть 100% либо как минимум 90%. Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы вам проще освоиться и быстрее разворачиваться. Потому что на геймпаде это не так просто, как на мышке. Во-вторых, когда вы уменьшаете процентиль, у вас применяется какой-то кривой коэффициент. А так как вы играете на стике, а стик имеет ускорение, то есть, он неравномерную кривую отклонение имеет. То этот коэффициент применяется нелинейно, а не пойми как. То есть, если вы ставите 100%, вы вроде привыкли к чувствительности в прицеле. При чуть-чуть отклонении стик, у вас такая чувствительность сильнее, такая. Стоит вам поменять значение до 50%, все идет по параде. Абсолютно все работает по-другому. Поэтому ставьте максималочку и к ней привыкайте. Да, будет сложно, да, будет больно. Ну, как минимум, около максималочку стоит поставить. Инверсия по вертикали, опять же, на вкус и цвет. Дальше основная характеристика угла обзора. Она аналогичная, как и с ПК-шутерами. Логика у нее точно такая же. Чем больше показатель фофф, тем проще контролировать отдачу. Потому что вертикальный компонент у нее уменьшается. Но это исключительно визуально. Вам визуально кажется, что человек бежит быстрее. Но появляется эффект рыбьего глаза. Вы больше поглощаете информацией вокруг себя. Соответственно, опять же, на вкус и цвет. Но, естественно, логичнее ставить фофф где-то около... На промежутке между 90 и 105 градусами в данной игре. Потому что, если вы ставите меньше, у вас очень сильно сужается угол обзора. Вам сложнее отслеживать пехоту, которая подкрадывается к вам сзади, сбоку. Или через окно кто-то прокрадывается и так далее. Плюс ко всему, от бедра сложнее будет контролировать отдачу. Дальше есть очень интересная опция, которая позволяет вам объединять фофф в прицеле. То есть, когда вы используете открытые прицелы. Что касается закрытых прицелов оптических, там фофф всегда применяется 55. А если мы говорим об открытых прицелах, то есть это мушка, коллиматор и трех-четырехкратники. То есть, здесь фофф либо у вас меняется до значения 55-60 в зависимости от прицела. То есть, у вас как бы противник приближается. Но, опять же, это все визуальный лишь эффект. То есть, вы как стояли на той точке, где вы стоите, так вы там и находитесь. Благодаря чему вам проще попадать по модельке. Она становится крупнее. Но, если у этого негативный эффект, вам сложнее контролировать отдачу. Потому что, когда у вас фофф изменился, вертикальный компонент отдачи визуальный увеличился. И поэтому, вам сложнее правым стиком ее контролировать. Опять же, если вы только начинаете играть в шутеры. И, чтобы себе не заморачивать голову, у вас нет еще мышечной какой-то моторики. То данную опцию ставите в положение вкл. И вы, соответственно, выставляете угол обзора, который вам удобен. И вы начинаете перестреливаться только на тех дистанциях, когда вы видите противника и вам удобно по нему целиться. А когда вы вот эту функцию отключаете, во-первых, вы сможете играть на более дальней дистанции. Потому что у вас фофф будет меняться и вам стрелять проще. Но вам придется контролировать отдачу вертикальный компонент. Ну, требуется для этого больше скилла. Это сделайте со временем. Опять же, эту функцию не стоит включать, когда в игре нормальный аем-ассист. Так как здесь аем-ассиста нету, и приближение очень сильно вам мешает целиться, а отдача вертикального компонента в игре 2042 в ванильной версии очень высокий, то данную функцию лучше включать. Если вы уже освоились, потом можете ее выключить для того, чтобы играть на расстоянии. Помощь в прицеливании и захват цели. Вообще здесь ни на что эти опции пока что не влияют. Естественно, если вы потом, когда это все починит, а если это починит, помощь в прицеливании это та штука, которая позволяет вам фиксироваться на модельке, когда вы уже навелись, и позволяет вам осуществлять более простой трекинг. Она нужна. Она опять же фиксируется только когда вы уже навелись. Вот захват цели при приближении, вот эту штуку отключать вот просто сразу надо. Все это ставить на ноль, и чтобы это вам не мешало. Потому что когда вы сфокусировались на одном противнике, который вдали, а рядом пробегает с ним другой, эта штука будет перекидывать, пытаться прицел, то есть будет вам мешать. Эту штуку вы отключаете. Поэтому спокойно данный показатель ставите в положение ноль, в крайне левое. Ну это касается не только Battlefield, но и других игр. То есть аим-ассист вам нужен, а автоприцеливание не нужно. Дальше идут опции, которые касаются опять же индивидуальных ваших предпочтений. Там рывок по нажатию, либо по удержанию, это вы настраиваете исключительно сами. Дальше есть очень интересная опция чувствительность приближения. Я ее рекомендую опять же ставить на 100. Потому что при приближении вам нужно, чтобы сохранялась ровно та же чувствительность, что и от бедра. Иначе если у вас будет существенное замедление, вам будет сложно стрелять, когда противник к вам подбежит. То есть вы целите противника в прицеле, вдруг сбоку выбегает тот противник, которого надо убить от бедра, вы отменяете прицел, у вас резко увеличивается чувствительность, и естественно вы при нему перестанете попадать. Поэтому здесь ставьте положение в стоп по умолчанию, по-моему стояло 80, я не помню. Использовать замедление вам этого делать не нужно, потому что у вас есть замедление при прицеливании. Надеюсь, эта функция когда-нибудь заработает, но пока что она не работает. Поэтому чувствительность прицела в приближении не меняйте. Ставьте ее ровно такой же, какая она у вас от бедра. Для того, чтобы вам было проще целиться. То же самое применяется на самом деле на ПК. Дальше. Есть очень интересная настройка по поводу ускорения. Опять же, здесь в данном случае показатель в 50% это есть та самая единица, о которой я говорил. А если вы ставите на 0, у вас применяется понижающий коэффициент ускорения, то есть у вас нет никакого ускорения, и вы работаете правым стиком как мышкой. Сами понимаете, это неудобно. И когда у вас равномерно перемещается стик, развороты на 360 градусов делать тоже неудобно, когда к вам зашли в спину. Когда вы стоите в 100%, у вас как раз таки кривая ускорения меняется непонятно. То, о чем я говорил. Чуть-чуть отклоняешь, вроде она плавно, потом еще чуть-чуть, и она начинает резко увеличиваться. Поэтому по умолчанию ставьте полтинник. Это та самая единица. Будет у вас работать стик плюс-минус, как в Call of Duty, если вы до этого играли. Дальше. Смещение по вертикали опять же ставим на сотку, потому что здесь по умолчанию стояло 88, то есть это замедление. То есть когда вы начинаете контролировать вертикальный компонент отдачи, у вас стик работает немного медленнее, чем от бедра. И вы по аналогии привыкли отклонять его условно на 2 градуса, а игра воспринимает, как будто бы вы отклонили на 1,7 градуса. И, соответственно, вы начнете мазать. Ставьте здесь тоже 100. А возмещение по вертикали при прицеливании, почему она у меня не активна, это потому что нужно активировать вот эту опцию. Стандартная чувствительность в прицеле бойца. Я вам уже сказал, все то, что было выше, это касалось исключительно мушки, коллиматора и открытого 3-4-кратного прицела. Дальше, если вы использовали, например, 8-кратный прицел или 16-кратный, ну любой многократный прицел закрытый, то у вас чувствительность, естественно, что делала? Да, менялась, она становилась медленнее. И наводиться снайперкой, ну, казалось бы, это сделано для того, чтобы наводиться было проще. На самом деле нет, это как бы отравляет вашу мышечную память, то есть вы привыкли перемещать стик быстро, отклонять далеко, и когда вы входите в многократный прицел, у вас навестись не получается. Поэтому данная функция, когда вы ее включаете в положение «вкыл», она у вас применяет стандартный КФЦ М-133, что говорит о том, что она, ну, как бы, она приравнивает чувствительность в многократном прицеле к чувствительности смушки, коллиматора и любого другого открытого прицела. То есть все, что я вам сейчас показал, сделано ровно для того, чтобы настроить геймпад так, чтобы чувствительность была везде одинаковая. То есть во всех прицелах, со всем оружием, не знаю, там, от бедра, и просто используя какие-то гаджеты, у вас чувствительность всегда будет одинаковая, вы к ней привыкнете, вы с нее освоитесь, и будете играть нормально. Дальше вот эти дополнительные опции, которые позволяют вам менять чувствительность исключительно в некоторых прицелах, то есть вы можете в каком-то восьмикратном прицеле настроить уникальную чувствительность, нет необходимости этого делать, потому что вы не играете с одной только снайперкой, иногда вы переключаетесь на пистолет, и привыкая аимить какой-нибудь снайперкой с каким-нибудь прицелом, где вы выставили уникальные настройки, доставая пистолет в момент приближения к вам противника, вы, естественно, по нему не попадете, потому что мышечная память, она есть мышечная память. Плюс ко всему, когда вы активируете вот эту опцию, то, о чем я говорил, у вас чувствительность везде становится одинаковая, у вас исчезает эффект вот этого импутлага. Многие на стриме говорили, что когда вот это выключено, при прицеливании чувствительность немного замедляется, и как-то не так себя ведет, опять же, ну, невозможно это объяснить, но ощущается, что как будто бы есть импутлаг. При включенной данной опции этого нет. Здесь вы можете поэкспериментировать, добавить чуть-чуть чувствительности, если вам кажется, что все равно что-то не так, можете поставить там 140 где-то, и наоборот понизить до 120, но ни в коем случае не стоит ставить 100. То, что вы видите сейчас здесь 100, это будет не 100, это будет понижающий коэффициент. В общем, не заморачивайтесь, вам эта техничка не нужна. Поймите, что 133, это есть ровно так же, как от бедра, как в прицеле открытом, как в коллиматоре, и просто с мушкой. Больше настраивать здесь, в принципе, нечего, все остальное здесь понятно, на вкус и цвет, естественно, но я еще, например, использую автоматический бег, для того, чтобы у меня персонаж бегал всегда, это мы использовали еще и в БФ3, и в БФ4. А рывок, естественно, по нажатию, но так как я играю в классические режимы типа БФ3 и Бэткомпани, там рывка нету. Что касается техники, как я сказал, здесь все, в принципе, аналогично пехоте. Также чувствительность 100%, угол обзора я ставлю максимальный, потому что 88 это соответствует пехотному где-то 92-93. Больше, к сожалению, выкрутить нельзя, в отличие от Battlefield 4, но и это, в принципе, не нужно. Чувствительность везде оставляем насотку. Также мы отключаем, отключаем помощь в управлении вертолетом, иначе вертолет у вас начинает летать исключительно по плоскостям, и резкий маневр, уклонение влево-вправо выполнить у вас не получится. И еще мы также, как и в пехоте, включаем, ну, то есть, включаем функцию, которая приравнивает чувствительность и в прицеле, и от третьего лица, для того, чтобы вам было проще играть. В принципе, здесь больше настраивать нету. В режиме настройки геймпада, кстати, еще нужно сделать следующую настройку, мертвая зона, это тоже очень важно. То есть, центральную мертвую зону на правом мини-джойстике, на левом вообще пофигу, это джойстик, по которому вы ходите, лучше ставить на минимальное значение, пока у вас не начнет драйфовать прицел. Заходите в игру, кладете геймпад, ничего не трогаете и уменьшаете центральную мертвую зону. У меня, например, элитка, и у нее вечная проблема, правый стик начинает вот сейчас уже на пятерке драйфовать. Что значит драйфовать? У вас лежит геймпад, вы ничего не нажимаете, а прицел начинает смещаться в какую-либо сторону. Влево, вправо, вверх, вниз. То есть, вы выставляете минимальную мертвую зону, при которой прицел у вас не драйфует. У меня сейчас 10. По-моему, даже на восьмерке игралось нормально. Осевую мертвую зону вы и не трогаете, оставляете ее посередине, чтобы у вас не было, скажем так, увлода в какую-то одну определенную сторону прицела. А максимальный порог срабатывания исключительно по желанию. Я, например, когда использовал с стиком, который высокий, я центральный порог срабатывания уменьшал. Мне так было проще. Когда я использую стик стандартной высоты, то центральный порог срабатывания это максимум, в который вы можете отклонить стик, то есть, где он начинает его считывать, говорит о том, что до конца от центрального положения стика до самого последнего у вас считываются передвижения. Если вы уменьшаете эту мертвую зону, то вы, соответственно, при максимальном отклонении у вас геймпад не будет считывать движения. Некоторые даже устанавливают кольца для того, чтобы сократить амплитуду. Чтобы не было вот этой большой амплитуды соска, а работать исключительно в таких миллиметрах. Но это для тех людей, кто уже давно играет на геймпаде, у которого, человек, у которого развита мелкая моторика, и он чувствует там каждый, не знаю, миллиметр отклонения, каждый угол, там 0,5 угла отклонения. Так как вы только, я думаю, начали играть на геймпаде, лучше данные настройки не трогай. Только касаемо мертвую зону. Триггер геймпада. Мертвую зону ставим на 0, чтобы триггеры срабатывали при касании. То есть сразу, как вы прикоснулись, триггер у вас сработал, чтобы они выполняли курки, выполняли функции кнопок. На элитке есть такая функция, которая позволяет, видите, вам сократить амплитуду, то есть когда у вас максимально у вас вот он прожибается, то есть как в гонках. В элитке второго поколения у вас есть еще промежуточное значение, но, естественно, в шутеры играем на максимальном, тогда обамплите курки воспринимаются как кнопки. Нет смысла использовать их именно как оси, потому что это приведет к небольшой задержке и вас будут перестреливать, потому что геймпад не передал информацию на консоль, либо вы не дожали, то есть не сделали более глубокое нажатие. Поэтому мертвую зубу ставите обязательно на ноль, чтобы срабатывание было в самом, как только вы касаетесь курка, будь то прицеливание левый курок, будь то стрельба правый курок. Если вы играете на бамперах, то есть скорее всего вы играете на бамперах именно по этой причине, чтобы у вас было моментальное срабатывание, то тогда эту опцию можете не настраивать. На этом в принципе у меня все, и все настройки, которые были у меня, я вами с ним поделился. Пробуйте также, добавляйте какие-то корректировки, выносите изменения, для того, чтобы вам было комфортно играть. Всем хорошего дня и до скорой встречи, ребята. Увидимся на стримах или в новых роликах. Пока. Перезаряжаюсь.